Всем привет, друзья! С 2017 года я стал снимать для вас кальянные производства. Самым первым производством было это производство БК «Элемент». В дальнейшем я показывал, как выглядит производство по металлообработке, по чашкам, как выливаются они, как делаются бестобачные смеси, табачные и так далее, и так далее. И вот позади меня Стелла, Никольск, написано «Город мастеров стеклоделия». Мы приехали на производство колб для кальяна «Весел Глаз», для того, чтобы показать, как варится русское стекло, как делаются русские колбы для кальяна. Встречайте, друзья! Это фильм про производство колб для кальяна. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам огромное, что согласились нам рассказать про историю Непольска. Вот главный вопрос, когда все началось? Когда началось здесь стекольное производство? Стекольное производство здесь началось в 1764 году, когда местный помещик Алексей Иванович Бахметьев решил построить стекольный завод. И собственными силами здесь стали варить сначала стекло, потом хрусталь. Ну, а где-то спустя лет 25 стали собирать вещи в образцовую комнату, которая положила начало нашей музейной коллекции. Наши посетители обычно всегда смотрят вот на эту вазу фиолетового стекла. На ней сохранилась надпись «1789 год» на хрустальной фабрике Бахметьевой Пензенского наместничества Городичинской округи при селе Никольском на реке Варгане. Целое письмо с конца XVIII века. Саша, как в 28 лет открыть производство? Это достаточно трудное, сложное, потому что все мои ровесники в 28 лет имеют максимально типичный бизнес. Продают что-то на Авито, покупают у поставщиков, ходят по кальянам, что-то предлагают, там табачки, чашечки и так далее. Как в 28 лет ты пришел к тому, что тебе надо делать колбы? Основателем производства является мой отец. Я занимаюсь отдельным направлением на производство, это колбы для кальяна. То есть стратегии, продажами и производственными вопросами касаемо колб. Первую колбу надул наш главный мастер, когда мы работали на базе другого стекольного производства. Просто поступил заказ от человека произвести колбу. В Никольске на предприятиях до этого никто это не делал. Спустя где-то 2-3 недели наш главный мастер, это наш начальник цеха, и сейчас его нет в живых, надул колбу. Клиенту понравилось. Ну и получается мы выдували колбы под клиент на протяжении двух лет. Плюс основная направленность нашей деятельности было производство вас для цветов. Это как раз то, чем занимался твой отец. Да. С какого года отец начал заниматься производством стекла? Ну где-то с 2008-2009 года. И ты пришел в 2016 году уже? Ну примерно да, где-то так. То есть мы ездили на выставки именно с вазами. Больше как бы и продажами ваз я тоже занимался. А потом, как я пришел в колбы, ну мне давно была интересна коленная сфера. И как бы проанализировав рынок, понял то, что можно сделать хороший продукт, сделать конкуренцию. В основном колбы были только китайские, основная часть рынка. У них была высокая цена и качество, ну, ниже среднего, я даже так сказал. Я вообще до этого жил, работал в Самаре, и получается шел я к этому где-то около двух лет, даже продал свою машину. И на эти деньги я просто купил формы. Это было четыре формы под колбу крафт, ну, треугольный, нео, как она называется, везде по-разному, у нас крафт. Две формы капля и колба мини крафт и колба волна. Ну, это аналог как бы колбы под айон. И с этого все началось. Мы запустили их в производство. Начали выезжать на первой выставке, первой выставке Бахук Клаб Шоу. Какой год? Это был 2020 год. Да, 2020 год. Выставили мы наши колбы на стенде БС Хука. Это ребята, они занимаются производством кальянов в Ярославле. Мы с ними познакомились, как-то перед выставкой резко и поставили, они как бы попросили, а я им предложил как бы на, ну, в плане как бы рекламы поставить колбы на стенд. Мы расставили там свои визитки и стояли на стенде вместе с ними. Ну, и так же ходили по выставке, как бы разговаривали с потенциальными клиентами. И после выставки, уже спустя неделю, нам стали поступать заказы. В том числе, даже одни из первых заказов были на производстве индивидуальных форм под клиента, под заказчика. Какой бренд, если не стекает? Самую первую колбу под клиента мы сделали для кальяна Япона. Япона-Соломон. Потом вторую у нас была где-то геометрия. Ну, а сейчас, на самом деле, мы делаем практически всем ключевым производителям кальянов в России. Япона, Соломон, Геометрия, Юкап, Стархука, Тартуга, Ес, Вуду, Маклауд, Новосмок, Софтсмок, Мамай, Концептик Дизайн. Давай проще скажем, всем производителям кальянов, кроме альфа-хуки, вы делаете колбы. Альфа-хуки мы тоже пока налаживаем отношения, а стремимся к этому. Я думаю, в скором будущем будем тоже делать. Увидим кальянов и их новые на маленьких и красивых других колбах. Прикольно. Кто больше всего берет колб сейчас в России среди производителей? Просто вот лично мне интересно посмотреть, скажем, за движением, кто сейчас обгоняет. То есть производители, ну, в целом, все берут примерно плюс-минус одинаково. Просто разовые закупки у всех, то есть разные. То есть общий-то объем за год, к примеру, примерно плюс-минус одинаковый. Кто-то закупает в отдаленных регионах, например, типа Краснодара. Как бы геометрия закупает больше. Но на самом деле, наверное, все-таки топ-продаж, это, наверное, геометрия по колбам. Ну, потому что она, наверное, очень популярна в Европе, на Востоке, и они очень много отправляют. Ну, возможно, возможно. Ну, и дизайн колбы там очень специфичный, можно сказать, интересный. Людям нравится. Особенностью Никольско-Бахмедского завода было то, что здесь были представлены практически все техники, которые существовали в стеклоделии. И венецианская нить, и роспись по стеклу, и по золоту, и имитация драгоценных камней, которые мы с вами можем увидеть на восточных изделиях. Их поставляли на персидский и ливанский рынок. То есть наши мастера изготавливали действительно самые уникальные разные изделия, в том числе и по зарубежным образцам. Потому что сюда владельцы завода везли много иностранной посуды. И все это мастера здесь тоже могли повторить и доказать и себе, и своим владельцам, на что они способны. И видно это хорошо в витринах, что здесь в основном представлена ручная работа, прессованной практически нет. Здесь изделия многослойного стекла и самого разного назначения. То есть, безусловно, у нас в первую очередь изготавливали посуду, но можно увидеть образцы дверных ручек, какие-то обстечные предметы. Все это могли делать мастера. Крупную и мелкую церковную утварь тоже изготавливали. То есть любой наш посетитель сейчас может увидеть так, как жили в тот период, в XIX веке, в конце XVIII века, и какими предметами пользовались. Но этот завод назывался Никольско-Бахметьевским по местоположению, по фамилии основателя завода Алексея Ивановича Бахметьева. Передавался от отца к сыну, и трое Бахметьев владели этим предприятием. Ну, а впоследствии, так как у последнего из Бахметьев детей не было, завод перешел одному из внучатых племянников Бахметьева, князю Аболенскому. Ольга Александровна, скажите, а что было после Аболенского? Ну, после революции, Аболенский умер как раз в канун революции, завод был национализирован и в 1923 году был переименован в Красный Гигант. Вот под этим названием завод существовал до 2008 года. Саша, вот если мы будем сравнивать рынок продаж России, Европы, Востока, вы сейчас активно, я так понимаю, завоевываете российский рынок, но у вас есть продажи в Европу. Понятно, да, что за счет февраля там, скорее всего, как-то продажи упали? Ну, был спад небольшой, но сейчас как бы все наладилось и как бы все идет примерно как и в том году, как бы сильных отличий как бы нет. Ну, вот цифры можно говорить, какое количество продаете? Ну, в Европу, ну, в процентах где-то от 30 до 40 процентов выходит именно в Европу, потом в Турцию, Арабские Эмираты. Где-то так, около 40 процентов на экспорт. И в России остается? И 60 процентов остается в России. Главное ваше преимущество по отношению там к конкурентам? Первое, это качество стекла. Любой из перечисленного списка производителей кальянов скажет то, что наши колбы по качеству это лучшее в России. Как бы я безозрительной совести могу об этом сказать, потому что они прошли очень многих других производителей и пришли к нам. Как бы и даже, я бы сказал, основная часть клиентов у нас приходит по сарафанному радио. То есть где-то производители между собой общаются и в основном советуют именно нас. То есть качество стекла это первое, к чему мы стремимся и как бы мы со временем сейчас его улучшаем, стараемся улучшить. Потом второй фактор это разнообразие форм цветов, то есть ассортимент цветов у нас очень большой. И плюс то, что мы можем сделать, в принципе, любое изделие из стекла, не обязательно колба для кальян или еще что-то. Кстати, у нас еще есть такой заказчик, кальяны делает, мы ему делаем цилиндры. Колбы в кальяне служат именно цилиндр. То есть вазоцилиндр, по факту. То есть как бы другого чуть размера и толщина стенки там другая. А что за производитель? Кальян называется iBreath. Ни разу такое не слушают. Есть такие кальяны, да. Но он только как бы начинает свой, как бы сказать, возрождение, можно сказать. А так достаточно, в принципе, по колбам. Но, наверное, штук 500 у нас точно купил за последний год. В принципе, 500 штук, это нормально. Тем более кальян, как я знаю, примерно на скидку стоит порядка 20 тысяч рублей. Повторюсь еще раз, что мы сможем делать любое, в принципе, изделие из стекла. Не только колба, не только вазу. То есть, в принципе, любое по дизайну, по чертежам заказчика. Давай сразу же ограничения поставим. Сюда не входят типичные типа окна, двери. Это вы не делаете. Актомобильные стекла, фары. Да, это не входит, конечно. А то мало ли сейчас смотрит человек, который на Амборгини ездит, фару помял, надо ему фару выдать за 30 тысяч. Потому что она стоит 2 миллиона. Наименование. Кое наименование сейчас выпускаете? Какое количество? Если брать колбы, колбы занимают где-то около 70% выпускаемой продукции в нашем производстве. 30% занимают вазы для цветов, колпак для цветов. Как бы роза в колбе представлена. Давай покажу. Вот так она выглядит. Вот то есть мы выдуваем вот такие колпаки для цветов. Ну, опять же, это сезонный продукт. Это где-то с октября по март примерно. 8 марта, но в сезон подарков именно. По колбам, какое количество разновидностей колб у вас сейчас есть? Сейчас у нас больше 16 форм. Ассортимент цветов. Если смотреть на самые продаваемые колбы Крафт, то больше 100. Это где-то 120 цветов примерно на сайте. То есть плюс, как бы мы сможем сделать, в принципе, любой цвет, поменять градиент местами, например, сделать какой-то там логотип, там, как бы, можно подобрать цвет. Например, есть у производителей, были такие производители, как, например, CVP. Мы подбирали им очень много цвета колбы, то есть. Что-то с коленом сочеталось. Да, да, да. И то есть подбирали, получается, колбу, так как он заказывал раньше в Китае, подбирали цвет под его колбы, которые были китайские. И так, именно эту колбу, друзья, мы разыграем. Как она крутится-то? У нас здесь кнопочка есть. Так. Вот у меня есть краска-пульс, снизу я заметил. Ага. Сначала обдуваешь колбу. А как обдувать? Нажимаешь не до конца. Ага. Вот видишь? Воздухом просто. Понял. А когда до конца нажимаешь, идет краска. Итак, снизу мы начинаем, да? Снизу. И ведем наверх. Нажимай. Медленно веди. Ты струй и увидишь, нажимай до конца. А, до конца надо? Да. Я понял. И краску нужно видеть. Давай, давай, веди, веди. Куда мне везти ты? Вниз ведешь, как и веди. Все, заканчивай. Готово. Да. Вот молодец. Ты какой. С первого раза у тебя все получилось. Я же говорю. Профессионал. Это очень просто. Но, это же, как его, так, да, убирать? Да, бери. Вот сюда поставим. Практически не отличается. Но, у нас есть еще одна, которую я хочу специально покрасить для своих подписчиков. Можно ли сделать вот так вот? Ну, давай, давай, ставь. Вот так вот? Ну, это вот, чтобы она была индивидуальной вообще полностью. Дальше мы ее раскручиваем. Давайте. Только низ, только низ. И туда же опять немножко. Вот, все. И хочу, чтобы капельки здесь, да, стекали и образовали вот, типа, сапыли. Чтобы вот так было. Да. Вот эту вот колбу мы будем разыгрывать. Саша, это производство, в котором мы сейчас находимся, было открыто в девятнадцатом году. Расскажи, сколько стоит открыть истекольное производство. Ну, на сегодняшний день, так как ценовая политика очень сильно меняется, я думаю, то, что примерно 35 плюс, 35 миллионов плюс-минус. Самое главное, это печь, которая варит стекло. Ну, я думаю, то, что если взять нашу печь, то сейчас себестоимость данной печи, это без работы, только материал, ну, где-то порядка 8-9 миллионов рублей, примерно. Плюс лер, это, то есть, печь для отжига. Там происходит именно отжиг стекла. У нас она итальянская. Ну, сейчас новая такая будет стоить, ну, миллионов 15, примерно. Ну, может быть, китайскую, там, может быть, до 10 миллионов. Но, опять же, как сейчас с курсом, со всей этой ситуацией, я не знаю. Ну, и самая основная часть, конечно же, это формы. Даже чтобы сделать, например, похожее производство на наше производство, у нас сейчас вместе с колбами, вазами, колпаками для цветов и, там, других изделий, например, мы делаем так же колбу вейса, называемую, это колба для разведения малька, для рыбных хозяйств. Ну, где-то, наверное, около 100 с лишним форм. Каждая форма отлита из чугуна, из чугунной заготовки. В среднем цена данной формы примерно где-то, ну, в районе 100 тысяч, ну, 90 тысяч. То есть, грубо говоря, 100 форм по 100 тысяч, 10 миллионов только на формы. Плюс срок изготовления этих форм, это будет, ну, кто-то будет делать, это 3-4 года минимум. Даже на разных производствах. Это без помещения. А какое количество можно выпускать продукции на 35 миллионах вложений? Ну, сейчас, вот если смотреть колбы, мы выпускаем в месяц около 40 тысяч колб, примерно. Плюс вас где-то, ну, 10-12. Опять же, мы работаем, стараемся работать больше всего под заказ. То есть, мы не работаем на склад. Ну, есть какой-то процент небольшой. На самом деле, скажу честно, у нас за последние 2-3 года ничего на складах не залеживается вообще. Ну, сколько у вас товарный остаток на данный момент? Сейчас, ну, порядка на 2 тысяч колб. Это буквально одна продажа. Ну, да, это не ходовые позиции, которые просто накопились в течение года, образно, в последнем, как бы, в старом сезоне. Но на самом деле, в стекольной промышленности, в ручной стекольной промышленности, в ручной выдувает. Самое главное – это люди. То есть, от человека зависит 90% успеха. Вы, кстати, хотел вопрос. Какое количество людей работает на производстве? У нас работает сейчас 74 человека. И это все техники, которые руками... Это все в сборе. Это грузчики, кладовщики, отделы ТК, стекловары, шихники. То есть, это человек, который подготавливает шихту. То есть, смесь, которая засыпает в печь, и потом она варится при температуре. При температуре свыше 1400 градусов. Стеклодувы? Стеклодувы – это само собой. Около 40-48 человек у нас выдувальщиков. И какое количество колб может сделать? Одна смена или один человек? Сейчас мы работаем... У нас пятисменка. То есть, четыре смены шестичасовых. И одна получается, как бы, переходящая, пятая. Если делать стандартные изделия, стандартные колбы, такие как капли крафт, к примеру, в сутки, ну, где-то от 800. Если все хорошо, можно 900 сделать. Если стандартных изделий. Если каких-то сложных изделий, как вот мы делаем колбы под хрусталь, сейчас новое направление у нас, или как что-то там под заказчика, что-то определенное сложное, то меньше. И опять же, если это все, больше половины людей будет работать именно на колбах. Но в любом случае, в каждой смене у нас есть люди, кто работает именно на колбах, кто работает на вазах. Или там на светильниках. То есть, как бы, меняются. Все, опять же, говорю, то, что мы работаем больше всего под заказ. То есть, как бы, у нас есть статистика, что мы должны произвести, там, на ближайший год, к примеру. Ребят, я вас хочу познакомить с Александром Петровичем. Это начальник производства компании Весел Глаз. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите, как делаются колбы для кальяна? С чего все начинается? Ну, я сейчас объясню коротенько, как делаются не только колбы для кальяна, но как варят стекло и делаются не только колбы, но и другие вазы для цветов, для светотехники какие-то изделия. Основным компонентом стекла является кварцевый песок, которого содержит более 70%. Потом следуют химические добавки. Это он? Я сейчас покажу. Нет. Вот. И все это дело навешивается строго, значит, там буквально до десятых единиц килограмма. Вот, смешивается тщательно, тоже проверяется, как эта смесь. Смесь засыпается в кубель или в коробку и уже подается в печь. Вот тут мы видим, у нас есть сода, которая нужна для приготовления. Сода, да? Сода. Это шехты, который идет, естественно, в составе стекла потом. Есть мел, есть батаж, есть селитра, ну и другие компоненты химические, которые служат в основном для того, чтобы расплавить песок и, значит, придать вырученные свойства стеклу, необходимые на выручке уже. То есть, это стекломас, когда вырабатываются какие-то изделия. Это смеситель для шехты, в нем перемешивается определенное количество времени и уже засыпается в коробку. В коробке эльферам подается засыпочный карман в печи. Вот он у нас здесь есть. И уже дозами, малыми дозами загружается в саму печь. То есть, печь не сразу поступает в пламенное пространство печи. Шехта, вернее, поступает не сразу в пламенное пространство печи, а через засыпочное окно. Ну, как называемый карман. Это такой выступ, где сначала опускается шехта, и в плюс текло-бои печь, а потом уже подается именно в сам расклад. Сколько там температура? Температура варки до 1450 градусов, может быть, 440. В зависимости от того, что мы хочем получить и какие компоненты в этой шехте. Есть более легкоплавки и шехты, есть сухоплавки и шехты. Ну, примерно 1450 средний. И стекло уже выходит с другой стороны, в другом цеху? Ну, стекло выходит, да, не то, что с другой стороны, а выходит с противоположной стороны от засыпки. Пойдемте, покажем. Пойдемте, зайдем. Производство у нас не останавливается. То есть в течение года мы работаем. Единственное, мы немного уменьшаем температуру, и просто печка стоит в состоянии просто варки. То есть мы сегодня вырабатываем на Новый год. Это где-то с 31 по 2 января. То есть с 3 января мы начинаем нагонять температуру, и опять же начинаем вырабатывать стекло. У меня просто сразу же, почему улыбка? Сколько вот за эти 2 дня горит газа? Ну, в среднем, если, например, мы вырабатываем только колбы вазы, и у нас работает одна кукушка. Кукушка это такое, как бы, мини-печь, где идет процесс разогрева горла, чтобы потом его заформовать, получается. То где-то порядка 600-700 в среднем в месяц тысяч рублей на газ. Тысяч рублей уходит на газ? Да. Если мы делаем, например, колбу вейса, бывали там заказы большие, и на них кто там, мы разжигаем вторую кукушку. Тогда, ну, примерно 100 тысяч больше. Газ у нас газом топится, получается, сама печь, лер и кукушка. Ну, и вторая кукушка по необходимости, по заказам. То есть это газ, это не бытовой газ, это газ высокого давления. Это другое. Там, соответственно, и расценка за кубометр совсем другая. Ну, мне кажется, это 800 тысяч рублей за газ в России. И я понимаю, что, например, в Чехии или в Польше делают чешское стекло, богемия, там, крусталь, да. Там тоже есть люди, которые выдавают колбу. Например, кальяны чешского производства, как они... Вука. Вука, да, вот Вука. Они на крустальной колбе. Сколько там стоит произвести, например, колбу вот этого? Даже не могу предугадать, сказать, но я думаю то, что себестоимость и работа людей в разы дороже. И, соответственно, сам газ там стоит гораздо дороже. И, соответственно, изделие тоже не стоит. Если даже взять нашу колбу под хрусталь, которая сделана из стекла, то примерно хрустальная колба чешская, то она будет стоить на рынке в опте, думаю, порядка 10 тысяч рублей. А у вас она стоит под хрусталь, которая? Под хрусталь? Ну, до 2000 в крупном опте. Да. А в чем разница хрусталь и под хрусталь? Хрусталь отличается от стекла в основном тем, то, что там есть, добавляют оксид свинца хрусталь. Ну, соответственно, там состав другой. Я не смогу сказать, какой точный состав. Но оксид свинца и оксид других металлов им придают блеск этому изделию. Плюс хрусталь, если его сделать просто обычный, гладкий, прозрачный, он будет просто прозрачный, гладкий. Основная часть, 90 с лишним процентов, его обрабатывают вручную. То есть делают нарезку вручную. И потом полируют. Это тоже все химический процесс, который ему передает потом после этого блеск. Ну и себестоимость, соответственно, тоже. Ну, в России хрустальные колбы, я не скажу, что они распространенные, но как бы есть. Ну и на одну хрустальную колбу, проданную в России, я думаю, наших колб под хрусталь продается порядка 50 штук. Отличий визуальных особо нет, а есть здесь какие-то ценители. И опять же, все зависит от кошелька. Ну, мы сделали как бы бюджетный вариант. Дорогой, премиум, как бы колбы, но бюджетный, по идее. По качеству, по весу, по толщине, по каким-то характеристикам, по экплутационным. Она не отличается от хрусталя. Сейчас мы подходим к печи, в которой варится стекло. Печка условно и неусловно делится на две части. Это часть, в которой варится стекло, а это часть, из которой вырабатывается стекло. Оно имеет два так называемых окна, откуда рабочий достает стекло, и уже набор идет в форме. Александр Петрович, а сколько сейчас 10 градусов вот выходит из печи вот здесь? На варке 1450 градусов, как я уже говорил, варится. А здесь 1200, 1150, в зависимости от размера изделий, который будет вырабатываться. Вот сейчас как раз у нас ребята вырабатывают стекло. Стекло изделия можно посмотреть. То есть он опустил горячее стекло на трубке. Предварительно его подготовить в форму. И раздувают уже по форме. Сейчас получится изделия такое, какое задает форма. Ну понятно, это не все так просто. Здесь нужно мастерского дувальщика, или стеклодува, как хотите. А у вас люди, которые соединяют форму и разъединяют, это только женщины работают? Ну, они работают с женщин, но они могут и соединять, и разъединять. Есть просто формы, которые человек, который разъединяет, соединяет, он немножко подрабатывает схода выдувальщика. Может послабо прикрыть, может потуду прикрыть. А можно форму раздвигать, чью-то при помощи представлений. То есть вот в данном случае мы смотрим, что тут стоит человек, именно женщина, и, значит, помогает выдувальщику работать. После того, как стеклоизделие выработалось, оно или идет сразу в печь отжига, вот перед нами печь отжига, или идет на заработку. В данном случае это колба для кальяна, ей нужно еще отформовать, значит, посадочное место. Сейчас вот Сергей у нас разогревает. Это называется кукушка у вас? Ну, да. Это вообще называется не кукушка, а печка для подогрева. Ну, а как зовут, все у нас уже не один год, не одно, наверное, поколение кукушки. Мы назвали кукушки. И там у нас температура? Здесь температура тоже примерно размягчения, может быть, около тысячи, может быть, побольше тысячи градусов. Надо понимать, что он, если его не плавит, да, ну, тут его... Нет, она размягчает, для размягчения. Сейчас он будет сформовать вот именно это горло, куда входит сам кальян. Так, откуда. Вот видите, он его разогрел. Вот здесь примерно там он тысячу, около тысячи градусов. У него есть специальные приспособления, мы называем это машинка. И он окатывает. Или отделывает вот это горло, где задается четкий, значит, размер внутреннего диаметра. Для того, чтобы инструмент там кто-то туда вставляется, заходило. И формируется наружный бортик. Но он, как бы, для исследований, и в то же время, наверное, все-таки для технологии при установке кальяна отжига И колба готова. Сейчас ее поставят в печь для отжига. Стекло после формовки должно пройти отжиг для снятия внутренних напряжений. Если этого не сделать, то его просто-напросто разорвем. Это туннельная печь отжига, где температура устанавливается к требуемой до конкретных изделий. И, значит, на эту сетку в течение полтора часа или час сорок примерно идет. Тоже регулируется в зависимости от толщины стенок, от толщины дна, то есть от самого изделия. И вот здесь это сколько по времени идет? Ну, полтора часа или час сорок. Сколько метров печь? 15 метров. печь у нас не шибкая. Они есть печи более значит, длинные. 20-ти метров. И после того, как плавно температура донужной набирается, в течение определенного времени проходит в этой температуре, скоро сетки регулируется. А сетка сколько километров метров в час, как правильно? Ну, вот как я вам рассказал, полтора часа проходит примерно изделие из закрытой зоны. Ну, этим и регулируется. А там сколько метров, ну, разницы-то нет. Самый главный временной параметр при определенной температуре, чтобы стекло нагрелось в стеклоизделии и произошло снятие внутренних напряжений, чтобы его не порвало. А что будет, если мы взяли горячую колбу и не поставили ее в эту печь, а просто настывать поставили? Оно остынет, а потом разорвется, разлетится, его разорвет как раз внутреннее напряжение. Не отжигать нельзя, оно не сохранится. Вот сейчас как раз изделие выходит. И вот это уже готовая колба для использования. Да, но ее можно отнести как готовый или как полуфабрикат, в зависимости какая дальнейшая горячая еще будет. Горячая, да. то она уже готовая. Если будет декорироваться, то она пройдет еще несколько стадий декорации. Есть значит крашеные колбы просто, есть несколько цветов крашеные колбы, есть там какие-то доработки еще. Ну, на вкус и цвет, как говорится, заказчики. Мне кажется, это очень интересно. И вот глядя на то, как работают мужики, это вот конкретные русские мужики, которые тут тепло вот сколько? технологии вот так и делаем. Ну да, технология она очень простая, она не такая простая, как кажется, но она не меняется, ничего нового практически никто еще не выдумал. Есть конечно автоматическая выработка, но это уже будет не выдувальчик, а оператор какой-то машины, и машина там делает за него какие-то работы. Но на машинах естественно нет такой гибкости, и не все можно сделать. ограничены с параметрами, а вот этой машины самой. И качество будет другое. Ну конечно качество будет другое. Наверное вам показывали тут полбы машинной выработки, полбы ручной выработки. Давайте немножко скажем, машина это где шов? Ну да, со швом обычно, но это не факт, что он должен быть, машины тоже есть разные, есть машины, на которых стекла практически не видно. А есть машины, которые дуют. Да, но есть распределение стекла, вот при выработке машины, естественно, не такой четкий, хороший, как наручной. Машина не чувствует, там есть какой-то сбой, подача воздуха, чего-то, и все эти браки и разнотолщинности вот именно стекле в самом, они передаются на изделие. Здесь человек ощущает, как у него идет процесс, он где-то подогреет его, где-то чуть-чуть охладит, ну и понятно выдает нормальные изделия. Но, Александр Петрович, меня научить можно выдувать голову? Можно, но не сразу, не быстро. Ну, попробуем? Да, да, наверное, попробовать. Пойдемте, пробовать. Ольга Александровна, расскажите, как развивался красный гигант? После революции, ну, мы с вами хорошо видим, что в витринах посуда вот при князе Аболенском то, что изготавливалось и делаем буквально шаг и видим, что продукция изменилась, хотя мастера остались те же самые на производстве, преемственность поколения сохранялась, но они вынуждены были изготавливать такую посуду, которую украшали серпом и молотом, и звездами, практически бесцветная, потому что красители они всегда добавляют стоимость изделиям, ну, поэтому вот такие скромные, не очень изящные изделия стали изготавливать в послереволюционный период. Правительство внимания на стекло практически не обращало, поэтому сотни стекольных заводов прекратили свое существование в этот период. И только с 30-х годов продукцию стали вновь изготавливать цветную, более разнообразную, конечно, изменились формы, потому что мода даже в стекле не стоит на месте, и постоянно что-то все меняется. И это хорошо видно, когда проходишь наши витрины, потому что мы выстроили их в хронологическом порядке. Здесь все как раз и видно. а здесь вы можете увидеть даже сталинский стол. Его изготавливали в подарок Осипу Васильевичу Сталину. Он сделан в двух экземплярах по эскизу знаменитого скульптора Веры Гнатьевны Мохиной. Очень стол этот любят наши посетители. Я первым делом когда зашел на второй этаж, сделал себе нифига себе стол. Сколько он стоит? Мебель и стекла тоже, в принципе, возможно. То есть это и мастера, и художники подтверждают и это мы видим когда осматриваем нашу коллекцию. Конечно, в послевоенный период у нас изготавливали, стали изготавливать еще и прессованное стекло. Много художников стало работать на производстве начиная где-то с 50-х годов и большой их пик пришелся на 60-70-е годы. Вот это все мы видим в этих витринах. Это все нам знакомо с детства у бабушки серванта? Да, я думаю, продукция нашего завода она запланила практически всю страну и была как раз очень популярна в 70-80-е годы, когда производство хрусталя было огромным и за рубеж большое количество продукции мы также выпускали. Ну и, конечно, на внутреннем рынке такая продукция пользовалась повышенным спросом, поэтому до сих пор у многих людей более старшего возраста она сохранилась. А вот скажите, реально ли, что селедка под шубой вкуснее из посуды вашего производства? Разумеется, нет никаких сомнений. только наше. Согласен полностью. Даже как-то приятно ее кушать из-за дела. я с вами полностью согласна. Употребляется только из нашей продукции. Крустальная колба, которая вот ваша, это вот на которой сейчас мамай, да, стоит? Да, все верно. Ну, это мини-колба. Я бы не сказал то, что как бы есть визуальное отличие сильное от хрусталя. Может быть, да, хрусталь более блестит визуально, но здесь нет никакого оттенка. Она белая. Берегая, я беру. И цена от хрустальной в три раза. Я думаю, рынку нужны именно такие колбы. Вы единственный, кто делает такого формата колбы. Да, все верно. А чем она отличается, например, в производстве от обычной колбы Крафт? Здесь другой состав стекла. Как бы тут наша как бы разработка в плане формы, в плане технологии производства, но опять же, когда мы делаем эти колбы, мы в течение где-то семи-десяти дней перед производством немного меняем состав стекла, добавляем туда больше присадок осветлителей, именно химических элементов, которые именно придают прозрачность, блеск. И производим эти колбы, потом меняем немного состав стекла, так как когда мы добавляем сюда химические элементы и вещества, которые мы используем при производстве этих колб, себестоимость стекломассы, килограмма стекломассы вырастает просто в два с половиной раза. То есть, соответственно, если мы будем делать прозрачные колбы Крафт, как все просят, как китайские, белые прозрачные, в России такие не делают. Можно сделать, но она будет стоить в опте 500 рублей, как и китайская. Кому она нужна за 500 рублей? Если сейчас рынок начинается там от 300 даже, даже ниже некоторые производители продают, но опять же, там нет качества вообще. Качества нет вообще, это видно сразу же по пузырям. Оттенок там будет как банк из-под компота. Это синий, зеленый, темный. Там, во-первых, будет наличие, очень большое наличие пузырей, мошки, то есть и непровара и всего остального. Плюс кривые, косые горла, то есть как бы да, у нас как бы оптовая цена от 1000 штук, если как бы говорится. Ну, старту где-то от 360 рублей. Но опять же, при объеме и при определенных условиях как бы цена может корректироваться. Разные клиенты, разные как бы заказчики. По поводу перспектив. Какие у вас перспективы на будущее в плане колбы? Будете ли вы делать может быть другие формы или что-то еще? Мы хотим развиваться сейчас в этом направлении, так как это ниша свободная. У нас вот сейчас на данный момент есть колба мини, есть большая колба и есть колба капля, тоже сделаны под хрусталь. Сейчас у нас будет новая форма. Потом не буду сейчас выдавать все подробности. Как произведем, покажем. И я думаю, это будет топ продаж на рынке. Это будет очень интересно и всеми знакомая колба. Но с определенным как бы дизайном. Также под хрусталь. Плюс мы хотим делать разные грани, разные узоры на колбах. Тоже под хрусталь. Это тоже сейчас как раз мы думаем об этом. И плюс мы хотим сделать в следующем году варить цветное стекло. Ну так называемый дым. То есть это самый ходовой цвет, самый продаваемый. Темно-коричневый, черный. Да, полупрозрачный. Есть запросы именно на цветное стекло. Не только на колбах, но и на вазах. Так как этот цвет как бы универсальный, наверное, подходит. Во-первых, под коленом под все подходит. То есть под любое основание. И в вазах. В любом интерьере как бы смотрится нормально. Ну, самый как бы распространенный цвет. Вот мне как максимально обычному человеку я никогда не вникал в качество стекла, как оно блестит и так далее. Очень интересно, чтобы ты мне показал в чем разница вашего производства от популярных дешевых колб в стране. Можешь показать? Да. Я же обещал себе показать отличие наших колб от колб других производителей. То есть конкурентов. Вот, можете посмотреть сюда и посмотреть. Найдешь ты здесь колбы других производителей и чем они отличаются визуально. Ты сразу это тоже, я думаю, должен увидеться. Слушай, ты их так на передний план поставил. Чтобы было видно. Наверное, да. Но я могу сравнить чисто по цвету, по качеству. Я не понимаю по цвету. Это вот колба и вот эта. Они отличаются, потому что они как по цвету похожи на банку трехлитровую. Ну да, как я и говорил. В принципе, да. Кому-то это критично, кому-то нет. Но в целом здесь нет никакого даже блеска образно. Она просто какая-то матовая. А вот это еще такое. Это пузырь. считается браком. То есть этот пузырь свыше пяти миллиметров. У нас. У кого-то нет. Так, вот. Плюс. Наличие пузырей. То есть, если посмотрим эту колбу на просвет, вот что там происходит. Тут остановись. Вот. Причем это внутри стекла. Да. Не снаружи. У кого-то это считается нормой. А вот это вот? А, там муха просто. Да, просто муха. Там мусор. Ну, мы постоянно покупаем колбы. Других производителей сравниваем, чтобы примерно как бы, ну, я думаю, то, что за три года работы мы... А вот ваша колба, да? Да, да. Ребята, вообще, видно отличие? Насколько эта колба блестит и имеет глянец? Как бы оттенок-то присутствует, зеленый оттенок немного присутствует, но в целом она выглядит вообще по-другому. Она и по весу другая. вот, ребят, смотрите, колба моя готова, которая для розыгрыша. Это самая отвратительная, некрасивая, ужасная колба, которая существует в мире. Вот, естественно, мы ее будем разыгрывать, но это... Ёп, я думаю, что лет там через пять можно продать за огромные деньги. автограф на коробке. Единственную колбу в мире от меня можно выиграть. Абсолютно бесплатно. Надо, да, смотреть это видео до конца, там будет конкурс, и я отправлю эту замечательную колбу победителю с моим автографом. Саша, вопрос по поводу сотрудников, где их набирать? Потому что вот я много ездил по России, был на производствах на токарных, фрезерных, на табачных и так далее. Там понятно, да, то, что есть школы, повышение там квалификации, можно пойти и выучиться там на аппаратчик АЧПУ и все остальное. Где выбирать сотрудников? Изначально, как бы, у нас в городе, при стройке образно изначально зарождении города был завод «Красный гигант». Это завод, где выпускались изделия из хрусталя. Там делали, конечно, стекло, но в основном хрусталь. Именно мастера стеклодувая пошли именно оттуда. То есть при заводе было техникум или училище, где обучали именно выдувальщиков. То есть люди у нас это самые ценные по факту мастера, самые ценные на производстве. Без них не было бы ничего, по идее. Я просто хочу сейчас донести до зрителей, что все стеклодувы саккумулированы в России только в двух городах. Это в Никольске и в гусе хрустальном. Ну, в гусе хрустальном, я думаю, выдувальщиков как таковых уже осталось очень мало. Там в основном везде все по линии все автоматизированные. Вообще в Никольске. Не зря же Никольске это стекольная столица России. То есть ручная выдувка только в Никольске. Больше 90% точно всей России. И сейчас весь город сколько тут? 10, да? 15 тысяч человек? я думаю, около 20 тысяч. Но по факту на самом деле меньше. и практически тут все связаны именно со стекольным производством. Ну, основная часть. Ну, я думаю, около половины примерно работают на стекольных производствах. Саш, вот хочу немножечко сравнить значит ваше производство с производством чашек. Мы делаем свои чаши и у нас есть муфельные печи. Мы их собираем сами. К нам приезжает печник, приезжает со своими кирпичиками белыми такими муфельными и значит делают нам печь. Мы отдаем за это тысяч 50-60 он собирает нам печь, потом прокладывает там никелировку или фехраль провод, который нагревается тысяча трехсот градусов. Спираль образ. спираль и обжигает нашу глину сырую. Как у вас устроена печь? Основная часть печи состоит именно из бакора. Это огнеупор. Огнеупор достаточно большого размера, но при этом есть любого размера. На основном он состоит из блоков например 60 на 200 на 300 к примеру. Такие блоки. Основная часть именно варка, выработка сделана из него и проток. Где вы покупаете? В основном сейчас покупаем остатки производств, которые либо обанкротились, либо просто прекратили свое действие, с ним были какие-то остатки. Их скупают и просто перепродают. В основном тем людям, кто занимается выпускать стекольную продукцию. В том числе и тарным производством. А почему новые не купить? В России было два завода. Я точно знаю. Один в Щербинке, другой в Подольске. Они не работают. Не знаю, каким причинам просто не работают. То есть Бакор это либо остатки новые как бы с других производств какие-то, либо возможно бывало такое, что привозили Бакор с Италии. То есть оттуда покупали также либо новый, либо тоже какие-то остатки, либо заказывать в Китае как вариант. Но в Китае мы еще не пробовали заказывать, честно скажу. пока обходимся тем, что есть. У нас есть небольшой запас грубо там на 2-3 печки нам хватит. Ну на ближайший средний срок службы печки ну 2-3 года. Ребята, с нами Михаил и привет. Ты профессиональный выдувальщик стекла. Правильно. Какой с нашей работы? Где-то в районе 10 лет примерно уже работаю на печке. Ладно, Михаил, с чего начинается производство кол? Ну изначально берешь трубку, наматываешь сначала первую баночку, после того, когда уже остудил, идешь уже набирать набор. Когда набор сделан, надо как можно больше придать форму, набор форму изделия. После этого достаточно остудить и опустить уже готовую практически изделие форму, а форму уже надо просто додуть. Ну, соответственно, немножко покрутить, дождаться, когда она остынет. Параллельно дуть и крутить? Да, дуть и крутить, для того, чтобы как бы как по времени центробежной силы она разошлась по форме. Когда ты уже примерно почувствуешь, что тебе надо доставать и надо поймать момент, чтобы не перестудить лишнего и лишнего, рано, вернее, не достать. Надо достать ими в тот момент, когда он будет как бы не сильно холодный, не сильно горячий, чтобы успеть зарезать ножницами и отдать отделщику, чтобы он отделал уже горло. А дальше отделщика подогревает, отделывает горло и, соответственно, отправляет в Леру на лоджик. Я хочу попробовать, мне кажется, это очень просто. Попробовать можно, посмотрим, как получится из этого. Пойдем. оттуда, оттуда. Кручу ее. Кручу. Бери, бери, опускай туда. Куда, туда? Форму, да. Крути, я не вкладываю. Вкладывай, подымай, подымай, подымай. Кручу? Кручу, дуй, 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 дуй. Крути, крути в одну сторону. Какая-то херня, получилась? Ну, ты хотел сразу. Все, открывай. Открывай. Что делать-то? Ну, почти ведь. Ну, почти. Все, ребят, сейчас доделаю горловину колбы, и буквально через мгновение я покажу вам, что у меня получилось. У нас так принято, первый человек, который попробует выдуть колбу, пьет минерал. Хорошо. На самом деле, на самом деле, люди, которые дуют колбу, у них очень мало кислорода остается в организме, и они пьют газированную воду, чтобы восполнить баланс вот именно кислорода. А вот, например, в случае, если я закажу у вас, например, для магазина, колб на 50 тысяч рублей, у вас минимальная оптова партия 50 тысяч. А 50 тысяч рублей, да, сверху. Ну, на 51 закажу. Ко мне придет условно там три колбы, как мне кажется, с браком. Что вы делаете? Меняете вы? Ну, с нашими клиентами, даже если мы отправляем первый раз, если есть какие-то вопросы, претензии, в основном присылаю фотографии или видео, без проблем, конечно, если вдруг что-то есть, мы делаем замену. Такое встречается крайне редко. В основном, брак, то есть даже не брак, а бой в результате транспортировки. Где-то уронили коробку, где-то как бы что-то в машине где-то передвинулось, либо в транспортной компании. То есть в основном это бой, то есть не брак. То есть мы стараемся у себя здесь отбраковать изделия уже, то есть очень хорошо, чтобы потом не было вопросов. Потому что возврат, особенно больших партий, это станет гораздо дороже, чем прибыль, даже может превышать прибыль. Особенно, если какие-то отдаленные регионы или, например, отправить кто-то за границу. Ребят, мы вместе с вами находимся на ОТК, так называемый отдел технического контроля. С нами Наталья, сотрудник. Наталья, как вы проверяете колбу на брак? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, мы проверяем, как? На устойчивость. Вот у вас есть большой кусок стекла, он максимально ровный? Да. И вы когда кладете колбу, главное, чтобы колбу не должна шевелиться. Да, шевелиться. Проверяем диаметр. Диаметр у нас не должен превышать 44, 40, 50. Это нормально. Если проваливается. Это уже брак, идет в телевизор. Проверяем на высоту колбу. А какое количество колб по проценту выходит выше либо ниже? Очень маленький процент. Очень маленький процент. А с горловиной? С горловиной тоже. Но продажу не идет ни та, ни та в случае недопуст. Нет, нет, если ничего не проходит. Так, и какой еще брак вы выявляете? У нас при выработке еще появляются пузыри есть. Не допускается. Пузырь открытый. Пузырь допускается до 5 миллиметров. После 5 уже все. идет тоже в связи. Как линейка мерить или уже на глаз определяешь? Уже на глаз. Как мы давно работаем, да, уже на глаз я могу определить. Еще как мы проверяем? Еще проверяем на ровность, чтобы ровное горло было. И чтобы вот здесь на юбке не было вмятин. Иногда бывает горячее стекло, это же стекло, попадается от хватка, попадается иногда вмятин. Но это бывает иногда, редко. А так называемый свиль? Свиль? Свиль попадается, тоже зависит от стекла. У нас стекло хорошее, хорошее на самом деле. Вот, иногда бывает. вы до этого в производстве работали? На стекольном? Да. Я давно очень работаю. И вот по качеству стекла это хорошее стекло? Это очень хорошее стекло. Мне кажется, на самом деле смотришь на него прозрачный, хороший, красивый. Килосиньсу. Это одно из лучших вообще производств плаников в России. Есть другие производства, но у них увеличенная количество брака, так скажем, много пузырей и всего остального. Здесь идеально. Спасибо вам большое, Наталья, за то, что проверяете колбы перед тем, как мы их покупаем. Потому что всегда приятно держать в руках хорошее, качественное сырье. Да, это верно. Спасибо большое. Ольга организовали выставку, где представлены все стекольные заводы, которые сейчас у нас есть. Один из заводов изготавливает хрусталь, а остальные предприятия варят стекло. И здесь у нас даны все выходные данные, чтобы те, кто пожелает заказать какую-то вещь, могли обратиться на это производство и то, что им нравится, заказать. Одно из стекольных предприятий это новое достаточное предприятие Алексея Николаевича Морозова, где вы тоже можете увидеть разную их продукцию. Ольга Александровна, спасибо вам большое за то, что провели эту экскурсию для меня, для наших подписчиков. Я думаю, это было очень интересно, а самое главное, познавательно. Спасибо большое. Приезжайте к нам в Никольск, потому что в Никольске самые лучшие коллекции стекла и хрусталя, нашей страны. Подтверждаю, это факт. Саш, спасибо тебе огромное. Для меня лично это было одно из самых интересных, актуальных производств, которые я вообще встречал. И мне очень, знаешь, приятно осознавать, что такие молодые предприниматели, у тебя 28 лет, занимаются таким трудным производством и развивают нашу индустрию. Спасибо тебе большое. Спасибо, Марат. Мы рады себя гостям. К нам много приезжают производителей из кальянных, именно просто посмотреть, из Казани, из ближайших регионов. Если кто-то может быть проезжает Пензу, то пишите Саше, звоните. Напишите, звоните, конечно, сделайте инструкцию. Да, конечно. Итак, друзья, смотрите, что у меня получилось. Это колба, которую сделал я. Сверху получился брак, мы решили, что эту колбу надо оставлять и запаяли ее во таком формате. Конечно, сейчас курить на ней невозможно, при этом еще здесь, если посмотрим на дно, оно выгнутое и оно вообще не стоит. Такая колба, наверное, доставляла бы больше дискомфорта, поэтому вот мы ее так запаяли и теперь это арт-объект. Мне не более. В самом начале я говорил о том, что в семнадцатом году я впервые показал кальянное производство. Это был элемент. Впоследствии я показывал вам и металлообработку и как рождается одноразовому штуку. Сегодня я показал вам стеклянное, стекольное производство и как делаются голбы для кальяна. Ну и все, друзья, я думаю, что в кальяной сфере больше снимать нечего. По крайней мере, про производство. Все, друзья, пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok